Соединенные Штаты Америки, о деградации которых убедительно говорят очень и очень многие, все равно остаются чем-то вроде Римской империи, периода упадка. То есть они остаются глобальной супердержавой, в которой каким-то образом меняются императоры, после чего у всего окружающего человечества начинается головная боль, в которой приходится гадать, кто станет императором. Борьба Байдена с Трампом носит невероятно важный характер. Она для всех очевидна. Трамп очень нетипичный американский президент. И элита Соединенных Штатов не хочет, чтобы он болтался у нее под ногами еще один срок. Для этой элиты как никогда важно убрать Трампа. Убить Билла – это мировая задача, имеется в виду Трампа. Фильм был такой. У нее более важной задачи нет. Она потом со всем остальным разберется. И надо до него добраться. Оказалось, что это очень трудно. В чем неубиенность Трампа? В том, что он сделал американскую жизнь чуть более отвечающей тому, в чем состоят требования стандартного незамысловатого американца. И этот стандартный незамысловатый американец, люто ненавидящий при этом собственную элиту, поддержал Трампа вопреки всему. Потому что он угадал в Трампе человека, который не на 100% является ставленником, марионеткой этой элиты, которую он ненавидит. И вдобавок человека, который как-то хочет ответить на самые простейшие запросы этого среднего американца. Улучшение Трампа в условиях жизни этого американца. Причем условий простейших и очевидных. Вот в чем залог победы Трампа над любыми конкурентами. И пока не было ковида, это улучшение условий Трампом обеспечивалось, а потом наступил ковид. А это рай для оппозиционных противников Трампа. Потому что они ни за что не отвечают и могут обвинять Трампа и американскую федеральную власть в целом во всех смертных грехах. Причем часть обвинений заведомо будет совершенно справедливой. Как говорят сторонники Трампа, американскую систему здравоохранения до ручки довел не Трамп. Говорит, и что? Он за все отвечает. А главное, средний американец хочет держать в руке аргументы в пользу того, кого ему будет выбирать. И эти аргументы связаны с его сегодняшним уровнем жизни. Уровень жизни ухудшился, поддержка уменьшилась. И неужели кто-то считает, что для того, чтобы победить Трампа, американская элита не предпримет все, что угодно? Что ее какие-то издержки остановят, коль скоро речь идет фактически о власти над миром. Если кто-то это считает, то он совсем не ощущает природы правящего американского высшего класса. Вот этого холода и абсолютного понимания того, что жизнь это господство. И в ней ничего, кроме господства, нет. 9 мая 2020 года Вашингтон пост сообщает, что президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах. Это авторитетная газета, ссылается на свои источники среди советников американского лидера. Некоторые из этих источников назвали главу государства мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью. В частных разговорах по информации издания Трамп изо всех сил пытается понять, как все внезапно изменилось. От уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает популярности Джо Байдену, являющемуся сейчас наиболее вероятным кандидатом в президента Демпартии. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым командой Трампа. Борьба за власть над Новым Римом, а значит над глобальным человечеством. Вот очевидное обстоятельство, теснейшим образом связанное с коронавирусом. Позволяет ли это утверждать, что коронавирус и был создан ради обеспечения определенного результата этой борьбы? Нет. Это уже утверждают соратники Трампа. Но это неправильный вывод. Это гипотеза, что так может быть, а не вердикт. Но и отвергнуть полностью эту гипотезу мы не имеем права. Снова и снова специалистами подвергается сомнению официальная версия о буханьском происхождении коронавируса. 10 мая 2020 года британский эпидемиолог Джон Райт в своем блоге на сайте русской службы BBC приводит данные, согласно которым нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе, тогда как ранее первый случай COVID-19 был официально зарегистрирован лишь через два месяца. Райт эпидемиолог, имеется в виду Великобритания, он практикующий врач, работающий в королевской больнице британского города Брэдфорда, который хоть и является частью британской глубинки, но хорошо известен и своим университетом, и этой самой королевской больницей, в которой работает Райт. Данная больница имеет дальнюю историю, тесно связана с британской аристократией. Первый камень в фундамент ее нового здания был заложен герцогом и герцогиней Йорка еще в 1928 году, а сама больница гордится тем, что истоки восходят к началу 19 века. Райт не только работает в королевской больнице, но и руководит Брэдфордским институтом медицинских исследований. В прошлом он много работал с эпидемией холеры, ВИЧ и лихорадки Эббола. Поскольку Райт ведет свой дневник специально для BBC, то его информация о заведомании может быть избыточно экстравагантной, потому что тогда BBC такую информацию просто не примет. Вот что сообщает Райт по поводу полученного им электронного письма. Райт утверждает, что это письмо от жительницы Брэдфорда. Было получено им буквально ни с того ни с сего. Так ли это? Отдельный вопрос. Но главное в содержании письма. Согласно сведениям Райта, автор письма, некая Джейн Хоу, поет сразу в двух хорах. Хоре «Голоса яркшира» и хоре «А теперь все вместе». Джейн Хоу утверждает, что с начала января у хористов этих коллективов появились симптомы, свойственные ковиду-19, и что среди первых заболевших оказался знакомый вернувшийся 17 или 18 декабря из командировки в Ухань. Потом от этого человека заразилась сама Джейн, ее товарищ по хору и лучшая подруга Джейн Кристина. Джейн так описывает симптомы своей болезни. У меня горло было, как будто я проглотила битое стекло. Я чувствовал страшную усталость. Я спала два полных дня, что на меня совершенно не похоже. У меня была высокая температура, сухой кашель без охаркивания. Такие симптомы ни о чем не говорят. Но Джейн настаивает на том, что со временем появилась новая симптоматика. Я будто вдыхала через вязкую массу. Мне было трудно дышать. Было такое впечатление, что внутри скопилось много какой-то жидкости, через которое пыталось продохнуть. К числу описанных Джейн симптомов относится отсутствие обоняния. Райт настаивает на том, что вероятность того, что Джейн и другие заболели в январе, а заразились в декабре 2019 года, крайне велика. И если бы один Райт говорил о подобном, то можно было бы отмахнуться. Но в том-то и дело, что сходные сообщения поступают в большом количестве, и вскоре от них отмахнуться будет невозможно. Тем более, что они не носят самодостаточного характера, а вписываются в определенную совокупность сведений, тревожных именно своей разнообразностью. 11 мая 2020 года в китайской глобальной телевизионной сети China Global Television Network выступает американский эпидемиолог Девра Дэвис. Она работает над профилактикой заболеваний. При Клинтоне Девра входила в Совет по химической безопасности и расследовании опасных явлений. Девра читает лекции в авторитетных западных университетах. Выступает в таких средств массовой информации, как CNN, BBC, CBC и так далее. Она почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, профессор кафедры эпидемиологии Питтсбургского университета, создатель междисциплинарного центра, занимающегося природой онкологических заболеваний. На разных этапах своей деятельности Девра работала с Пентагоном, Всемирной Организацией Здравоохранения. Она стала одной из основательниц Зеленого Сионистского Альянса. Будете снова говорить, что речь идет о конспирологических маргиналах? Девра много работала в Китае. Она настаивает на том, что Китай не мог выпустить намеренно этот вирус, что она знает способности китайских коллег и меру их дисциплинированности. Но тем не менее, говорит она, нужна группа международных экспертов, которые ответят на множество вопросов. Мы хотим знать, в чем правда, говорит Девра. Мы этого пока не знаем, и у нас нет ответственного полного расследования. По своему опыту работы с Китаем, я, конечно, знаю, что правительство никоим образом не могло выпустить это намеренно. В этом я уверена. Я работаю в Китае достаточно долго, чтобы быть уверенной в способностях моих коллег. Думаю, что нам нужна международная группа экспертов, которая приедет по приглашению правительства Китая и правительства Соединенных Штатов, Европейского Союза и всех соответствующих групп, и, конечно же, Всемирной организации здравоохранения. Но ее нужно пригласить и дать полный доступ к информации. Потому что сейчас появляется очень много довольно странных идей. И мы хотим знать, что на самом деле является правдой. Пока у нас нет более полного расследования этого. Далее Девра переходит к главному. Фактически она говорит о том, и я бы не стал обсуждать ее высказывания. Она там при Клинтоне была и так далее. Если бы вот не то, к чему я перехожу. Что в США экспертная монополия сосредоточена в руках NIH, National Institute of Health. Это национальные институты здоровья. Они вот так взяли все, что касается экспертизы здравоохранения в США. И держат это мертвой хваткой. Они чуть-чуть засветятся в роли экспертов Белого дома, а потом вернутся в свой NIH, откуда приехали, говорит Девра. Что такое NIH? Это основной центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и медицины. Этот центр состоит из 27 институтов и исследовательских центров. Он финансируется правительством США. Его годовой бюджет, внимание, исчисляется десятками миллиардов долларов. Подчеркиваю, миллиардов расходы только на это NIH. В NIH наряду с институтами, обеспечивающими исследования, это только исследовательская организация, в сфере стоматологии, черепно-лицевых травм, болезни пищеварительной системы почек, кровеносных сосудов, легких и крови, неврологических исследований, лечения наркомании, артрита, исследования генома человека входит Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, рекомендимый небезызвестным Энтони Фаучи. Только один этот институт в системе NIH занимается тем, что касается ковида. Только он. Задача этого института, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, проведения фундаментальных и прикладных исследований, позволяющих лучше понять природу инфекционных, иммунологических, аллергических заболеваний, а также разрабатывать методы излечения этих заболеваний. Итак, в руках упомянутых Деврей, NIH, Национальных институтов здоровья, сосредоточены совсем не те обычные возможности, которыми располагает любой обычный институт или даже система института. Вы не путайте NIH, в том числе институт вот этого Фаучи, с обычными институтами. Национальные институты здоровья – это не обычные институты, это фантастический, сумасшедший монстр, который сосредоточил безумные средства в своих руках. И дальше это Деврей говорит. А вот они все, да, они же из этого института, они к ним приехали в Белый дом, что-то им поболтали, потом они уедут, они ни за что не отвечают. А они все диктуют. Повторяю, в их руках находятся десятки миллиардов долларов. Это сумасшедшее средство. И единственная часть, которая занимается ковидом, это вотчина господина Фаучи. Она же Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний. И, пожалуйста, пусть никто, кто хочет что-то понять, не обманывается по полназванию этого монстра. Мол, речь идет о каких-то там исследованиях относительно безвинных аллергий. Фаучи занимается не этими безвинными делами. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний опирается на несколько собственных лабораторий. Одна из которых расположена в штате Мэрилен, Форт Детрик. Это интегрированный исследовательский центр, который ходит в империю Фаучи, а находится буквально в форте Детрик. То есть в том армейском центре, который занимается биологическим оружием. В том армейском центре, скандал вокруг которого я разбирал в связи с вопросом о том, откуда растут ноги ковида. Форт Детрик – это очень крупный военный центр, который с 1943 года занимается разработкой и испытанием биологического оружия. Центр постепенно разрастался и на современном этапе является конгломератом, состоящим из нескольких структур, таких как Агентство медицинских исследований армии США, Исследовательский центр инфекционных заболеваний армии США, Лаборатория национального института рака и другие аналогичные структуры. Партнером кампуса биологической защиты форта Детрик является интегрированный исследовательский центр IRF, на который опирается Фаучи. Это его центр. Он партнер кампуса биологической защиты форта Детрик. Фаучи, обладающий, как мы убедились, уникальными финансовыми возможностями в том, что касается исследований ковида и аналогичных ему заболеваний, обладает и другими возможностями. Не финансовыми. Интегрированный исследовательский центр форта Детрик – лишь одна из структур, на которые опирается Фаучи. Что ж, тем важнее проанализировать и возможности этой маленькой-маленькой структурки и ее связь с фортом Детрик и сами возможности форта Детрик? Только это позволит нам оценить реальные возможности того, что можно назвать биологической империей Фаучи, а также возможность и нацеленность того конгломерата, в который вписан интегрированный исследовательский центр, входящий в империю Фаучи. При том, что даже этот конгломерат, он же форта Детрик, только один из элементов еще более крупной спецбиологической системы. Сначала об интегрированном исследовательском центре. Вот что впервые было опубликовано о нем 27 апреля 2009 года в издании под названием «Популярная механика». Несколько слов о самом издании. Это очень старое американское издание с офисом в Нью-Йорке. Оно было учреждено аж в 1902 году. И с тех пор является достаточно авторитетным в том, что касается получения самых разных сведений в диапазоне от серьезных научно-технических инноваций, про которые рассказывают на очень простом языке, до того, что у нас всегда шло под рубрикой «Для дома, для семьи». Поэтому издание и почтенное, и популярное, и авторитетное. Задача издания – простым образом объяснять мир. И уж что точно. Да, оно уж никак не является конспирологическим. Кстати, еще важно следующее, что то, что оно сообщает по поводу этого интегрированного следственного центра, входящего в империю Фаучи, является, как вы убедитесь, абсолютной рекламой, а не страшилкой. Для меня существенно все сразу. И то, что это опубликовано в почтенном американском издании, пользующемся авторитетом, начиная с начала 20 века. И то, что это никоим образом не страшилка. И, наконец, то, что это дает какое-то представление об империи того самого Фаучи, роль которого в коронавирусной эпопее несомненно, очевидно и весьма существенно, что подтверждено в том числе и прямым взаимодействием этого Фаучи с президентом Трампом. Иначе и быть не может. Потому что, еще раз повторю, национальные институты здоровья не есть обычные институты. Это не Центр Клифасовского, не Боткинская больница. Это монстр, внутри которого единственный, кто занимается коронавирусом, это Фаучи и его институт. А деньги, сосредоточенные монстром. Чудовищные. И не только деньги, а политическое влияние. При этом я хочу подчеркнуть, что сам Фаучи маленькая шестеренка в большом механизме, имя которому производитель беспрецедентного коронавирусного супершока. Итак, что же сказано в авторитетном американском издании об одном, всего лишь одном центре, входящем в империю Фаучи? Читаю. Поверьте, это важно. Вот что написано в этом почтенном издании. Все, что дальше буду говорить, цитата. Интегрированный исследовательский центр Фотер, Детрик, штат Мэривен, не выглядит угрожающим. Трехэтажная конструкция из стекла и кирпича, которая может легко вписаться в любой загородный офисный парк. Типично для зданий, спроектированных архитекторами, которые читают исследования, связывающие солнечный свет с производительностью рабочих. Кожаные кресла в атриуме, кажется, способствуют бездельничанию. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, частью которого является IRF, планируют установить даже кафе-бар в атриуме, чтобы можно было все время как бы отдыхать. Но в почти завершенном объекте 2009 год, стоимостью 105 миллионов долларов, нравится кафешка, находится лаборатория, построенная как подводная лодка. 11 125 квадратных футов герметичного пространства уже весной следующего года, то есть в 2010-м, 30 докторов в защитных костюмах и капюшонах проведут в этих комнатах революционные исследования, пытаясь определить, как смертельные инфекционные заболевания убивают их хозяев, то есть людей. Геморрагические лихорадки, такие как Марбург, ЭБОА, вызываемые вирусами, являются одними из самых ужасных заболеваний в мире. В течение примерно 7 дней после заражения пациенты страдают от симптомов гриппа, но по мере размножения вируса кровь начинает просачиваться из кожи, рта, глаз и ушей. Внутренние органы кровоточадки превращаются в кровавые бесформенные массы. Некоторые из этих лихорадок убивают до 90% тех, кто им заразился, и они могут передаваться при тесном контакте с биологическими жидкостями, возможно даже при чихании. Ученые до сих пор мало знают о том, как действуют эти редкие, но смертельные заболевания. Если они приживутся в Америке, а их туда могут доставить как ничего не подозревающие путешественники, так и террористы, в медицинского сообщества не будет вакцин, чтобы остановить их распространение. В мире существует всего несколько лабораторий, оборудованных для экспериментов с этими высокоинфекционными патогенами. Ни одна из них не имеет сложного диагностического оборудования, установленного в IRF. Лучшее время для посещения посторонними лицами IRF до того, как закипит работа с предельно опасными веществами. «Это можно сделать только сейчас», — говорит Джейсон Парагас, заместитель директора учреждения по науке. Парагас — один из тридцати сотрудников, который будет работать в этой высокосекретной лаборатории. Этот человек вполне дружелюбный, с крепким телосложением и легким характером. Он говорит и двигается размеренно, и, похоже, в нем вообще нет никакой импульсивности. Он одет опрятно и привычно для Мэрилэнда, свободная рубашка на пуговицах, без галстука. 37-летний исследователь провел почти три года, работая на новом объекте, поэтому он является весьма информированным гидом. Парагас, исполняя обязанности гида, познакомил нас с тем, что можно считать линией разграничения между внешней лабораторией, рассчитанной на исследование обычных опасных веционных заболеваний, и внутренней лабораторией, созданной для наиопаснейших в мире патогенных микроорганизмов. Внешняя лаборатория является медицинским аналогом тюрьмы строгого режима. Ее безопасность биологическая всего лишь три. Внутреннее светилище СуперМакс БСЛ-4 исследователи смогут изучать бубонную чуму на уровне 3. Эбола и другие суперопасные вирусы, которые в настоящее время неизлечимы, будут изучаться на уровне 4. То есть в этом СуперМаксе институт настолько заботится о безопасности, что попросил нас не определять этаж, на котором расположены лаборатории БСЛ-3 и БСЛ-4. Вода и дезактивирующие химикаты из раковины души собираются в 3500-галлонных резервуарах. Эти резервуары нагревают обработанные жидкости до 250 градусов по Фаренгейту, то есть до 121 градусов по Цельсию, убивая все, что не будет убито, обычными сильными дезинфицирующими средствами. Чтобы войти в ограниченную лабораторию БСЛ-4, Парагас сначала должен пройти через две двери из нержавеющей стали, образующей воздушный шлюз. К вопросу об инфекциях. Парагас набирает код, который дезактивирует магнитный замок на первой двери. Клавиатура также предупреждает систему автоматизации здания БС о том, что давление воздуха скоро изменится. БС регулирует поток воздуха, увеличивая давление в зоне БСЛ-3 и уменьшая его в воздушном затворе. Как только Парагас приготовится к тому, чтобы войти в БСЛ-4, сама система БС, то есть система автоматизированного регулирования всего происходящего, обеспечит поступление воздуха высокого давления в воздушном слюзе в лабораторию низкого давления с высокой степенью защиты, задерживая находящиеся в воздухе патогенные микроорганизмы. То есть просто воздухом, давлением будет все выдавливаться, чтобы, упаси бог, в шлюз не зашло. Дверь воздушного шлюза закрывается со скрипом, похожим на тот, который издает дрель, под избыточной нагрузкой. Этот звук вызван быстрым надуванием резинового пузыря, который герметизирует гладкие края дверей. После того, как объект будет введен в эксплуатацию, воздушный шлюз также будет служить дезактивирующим душам. В течение семи минут вертикальные банки сопел будут распылять воду и химические вещества, убивающие вирусы, над выходящими из капюшона в костюмах учеными, прежде чем откроется дверь БСЛ-3. Парагас видит свечение зеленого света. Это значит, что БАС, автоматизированная система, позволяет ему открыть вторую дверь и войти в БСЛ-4. Фрилосцентные лампы, висящие в воздухо в непроницаемых коробах, для предотвращения скопления микроорганизмов по краям, осуществляют дезинфекцию нержавеющей стали. А ну как в нее вопьется какая-нибудь частица? Стены блестят, потому что покрыты эпоксидным герметиком, который делает их абсолютно герметичными. Светильники и электрические розетки, которые могут помешать герметичности, помещены в специальные герметичные коробки и залитые эпоксидной смолой. Архитекторы спроектировали все необходимое для того, по трубам. По завершении экспериментов лаборанты промывают металлическое оборудование химическими веществами, а затем дополнительно очищают оборудование в автоклаве. Вскоре в лаборатории БСЛ-4 закипит работа. Начнутся испытания на животных. Поскольку приматы реагируют на болезни подобно людям, они являются субъектами многих экспериментов уровня 4. Сотрудники IRF хорошо осведомлены о том, что общество болезненно реагирует на использование обезьян в медицинских целях, но отмечают, что угроза, которую представляют потенциальные эпидемии, требует изучения в реальных условиях. Сотрудники IRF говорят, что они обращаются с животными с той заботой, которую они оказывают пациентам. Мы сравниваем это с отделением интенсивной терапии обезьян, говорит Питер Ярлинг, директор IRF. Ярлинг провел более трех десятилетий, изучая инфекционные заболевания, но он признает, что многое для него по-прежнему является загадкой. Животные умирают от мультисистемного сбоя, говорит Ярлинг. Но что инициируют терминальные события? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи будут полагаться на медицинские сканеры, расположенные в четырех смежных комнатах в лаборатории BSL-4. Ни один другой биоконтроль не использует этот тип оборудования. Каждая машина считывает определенную информацию. Сканер позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ измеряет повреждения тканей органов, в то время как магниторезонансный МР-сканер используется для распознания повреждений сосудистой системы. Рентгеновский аппарат будет определять аномалии в груди и легких. КТ покажет, есть ли отек в мозге. Делая снимок за снимком, ученые будут узнавать, как именно геморрагические лихорадки, такие как Эбола, разрушают здоровое тело. Инженеры Philips Medical Systems модифицировали четыре сканера для использования в этом помещении BSL-4, переместив большую часть трудноизолируемой электроники, требующей технического обслуживания за пределы опасных участков лабораторий. Они также установили лазерные инфракрасные датчики, которые блокируют любой контакт между лабораторией 4-го уровня и внешним миром, архитекторы спроектировали защиту вокруг сканеров. К примеру, медные листы на полу комнаты магнитного резонанса защищают машину от радиочастотных помех. Эти мощные медицинские устройства несут в себе самих некоторые опасности, порождаемые наличием радиоактивных материалов, используемых в сканерах позитронно-эмиссионной томографии или магнитами магнитного резонанса, достаточно мощными для того, чтобы стягивать кольца с пальцев или приводить в движение металлические вставные импланты в суставах человека. Персонал будет вводить зараженных обезьян в рабочую зону рентгеновского аппарата, адаптированного для использования в условиях высокого биоконтроля. Сканеры позволяют осуществлять обзор динамики заболевания в диапазоне 360 градусов. Чтобы собрать данные о стадиях инфекционного заболевания, ученые в других лабораториях обычно подвергают нескольких животных во действии одного и того же патогена, а затем периодически убивают в субъектах и исследуют трупы, чтобы составить график развития болезни. Но благодаря сканерам сотрудники IRF будут следить за развитием болезни у одного животного во имя спасения людей от исследуемой смертельной инфекции. Исследователи доставят обезьян в клетках из зон обычного содержания в опасном участке лаборатории, где будут вводить высококонцентрированные вирусные дозы. После того, как вирусы будут развиваться в течение недели, обработчики успокоят обезьян и поместят их в исследовательские аппараты. Специалисты за пределами зоны BSL-4 будут управлять аппаратами удаленно, чтобы заглянуть сквозь кожу и кости и определить, где нарушаются потоки кислорода и крови, и тем самым установить, какие именно органы атакуют вирусы и в каком порядке. До сих пор мы использовали локальное зондирование с тем, чтобы найти вирусы и говорить Парагас. А используя эти сканеры, мы сможем исследовать сразу весь организм. Вирусам некуда будет спрятаться, как только будут получены базовые знания о прогрессировании заболевания. Ученые проверят реакцию животных на лекарства, вакцины и методы лечения. Исследователи хотят выявить инфекционные заболевания, которые протекают аналогичным образом так, чтобы одна и та же вакцина и метод лечения могли применяться к многочисленным вспышкам. Мы не можем позволить себе делать вакцину от каждого возникшего заболевания, говорит Ярлинг. Первое правило в любой битве – знать врага. И это ставит данное здание на передний край войны с невидимыми противниками, которые могут мутировать, становясь еще более мощными и опасными. Ярлинг, один из самых опытных охотников за вирусами в стране, не питает иллюзий относительно того, какие организмы одерживают верх. «Вирусы всегда на шаг впереди», – говорит он. Ну, ясно же, что эта статья не носит никакого характера демонизации, конспирологизации. Она апологетична. И поэтому заслуживает дополнительного доверия. Я ее выбрал. Потому что налицо и апологетика, и добросовестность изданий, и конкретность информации. Такие лаборатории существуют, и не только в США. Никто не собирается описывать эти лаборатории, пугать тем, что они существуют. Они часть современной жизни. Без них невозможно ни изготовление биологического оружия, ни борьба с вирусом. Все, на что я хотел обратить внимание, это капитальность данной лаборатории. Вот зачитал бы я меньше, и не было бы вот этого образа капитальности. На строительство лаборатории потрачено 100 миллионов долларов. А дело ведь не в строительстве, а в насыщении определенной техники. В обеспечении определенного режима работы. В оплате сотрудника, в реактивах, в ремонте техники, мало ли еще чем. Значит, это не 100 миллионов, понимаете, да? Это некое звено, на которое тратится порядка миллиарды. Таким образом, лишь одно звено в империи Фаучи представляет собой нечто, мягко говоря, до крайности капитальной. Но этих звенев много. И они вписаны в то, что называется Форт Детрик. А сам Форт Детрик вписан во что-то большее. А все то совокупное, что сформировано на счет подобных вписываний, не просто имеет определенную привязку армейскую, царушную или сходную. Оно и насыщено определенными кадрами. Оно подверстано к мощнейшим частным структурам. Почему тогда мы должны полностью игнорировать гипотезу, согласно которой подобная мощная часть некого американского элитного целого, входя во что-то глобальное, может навязать свои интересы государству и обществу через этот COVID? Лично я ничего сверхъестественного в подобной гипотезе не вижу. А для того, чтобы чем-то ее подтвердить, а я сам хочу подтверждение, я не кому-то это подтверждение впариваю, я их ищу для себя, я рассмотрю более подробно тот Форт Детрик, который входит в качестве маленькой части такое весьма капитальное начинание. Оно же интегрированный исследовательский центр. Оно же капля в море под названием Империя Фаучи. Оно же совсем маленькая капля в океане под названием «Все это вместе». Обсуждая Форт Детрик, я сознательно буду отсекать все то, что лакомо для конспирологов, научных фантастов, которые с давних пор выбрали для себя это место в качестве сосредоточения мирового и потустороннего зла. Но помимо рекламных проспектов, подобных тем, которые я только что зачитал, и конспирологических ужастиков, есть и нечто третье. Нормальная история Форта Детрик, которой занимаются нормальные люди. И эта история заслуживает нашего внимания. В 1942 году американцы окончательно убедились в том, что Япония, их главный противник в годы Второй мировой войны, на полную катушку раскручивает создание бактериологического оружия. Доктор Мянде Галле отдыхал. Убедившись в этом, американцы, еще не знающие, чем кончится их атомный проект, решили запустить проект аналогично японскому. Дело было при Рузвельте, который всегда ориентировался на ту иную сильную личность, способную раскручивать опасные начинания. В том, что касалось атомного проекта, речь шла о Роберте Петтгеймере и его опекуне, генерале Лесли Грофсе, военном руководителе программы по созданию ядерного оружия, этаком американском Берри. В том, что касалось создание бактериологического оружия, администрация Рузвельта решила опереться на талантливого биохимика, работающего в Висконтинском университете, основанном в 1848 году. Это очень крупный университет, расположенный в Мэдисоне, штат Висконтин. Университет является государственным исследовательским университетом. Он входит в число основателей ассоциаций американских университетов, располагает миллиардами целебными фондами, имеет очень высокую репутацию. Таково положение дел сейчас, таковым же оно было и во времена, когда администрация Рузвельта решила доверить сотруднику этого университета создание американского биологического оружия. Звали этого сотрудника Ира Лоуренс Болдуин. Он прожил 100 лет и умер в 1999 году. Ира начал преподавать бактериологию в Висконтинском университете в 1927 году. Он быстро сделал академическую карьеру, став вице-президентом университета по академическим вопросам, а затем стал специальным помощником президента. Ставку на Болдуина Рузвельту предложил сделать Джордж Мерк, президент фармацевтической фирмы Merck & Company. В годы Второй мировой войны Мерк возглавлял ту службу военных исследований, которая была создана военным министром Генри Стимпсоном специально для осуществления проекта по созданию биологического оружия. Эту службу быстренько включили в Федеральное агентство безопасности, и Рузвельт и Стимпсон верили вот в такие вновь созданные структуры. Ее штаб-квартирой стал Форт-Детрикштадт, Мэрилен. Службе было поручено надзирать за биологической программой, которую осуществляли химические войска США. Служба была расформирована в 1944 году, после чего создание биологического оружия перешло под эгиду тех самых химических войск, за работами которых ей председательно было поручено следить, Рузвельтом и военным министром. На паях с Мерком созданием биологического оружия занимался некий Фрэнс Олсен. Именно этого Олсена, как считают историки, занимающиеся американским биологическим оружием, историки, а не конспирологи, напичкал ЛСД некий Сидни Готлиб, занимавшийся в форте Детрик программами промывания мозгов. В этом нет никакой конспирологии. Сидни Готлиб – это очень экстравагантный и талантливый венгерский еврей, вполне себе историческая фигура, известная под названием «Черный колдун» и «Грязный абанчик». Готлиб прожил длинную жизнь и умер в том же самом 1999 году, что и Болдейн. От Болдейна он отличался широкими интересами и экстравагантностью. Он увлекался народными танцами, при этом заикался и хромал. Уйдя на пенсию, он увлекся правильным экологическим образом жизни, выхаживал коз, сам доил их, заботился о прокаженных в Индии, ухаживал за умирающими хосписи. Вопрос о том, умер он своей смертью или нет, остался открытым. Историки говорят «фифти-фифти». А вот что историки знают точно. Что Готлиб много занимался галлюциногенами, осуществляя по приказу Аллена Даллеса проект «НК Ультра», ставший предметом разного рода фантастических измышлений. Но это же не означает, что такого проекта не было. Лежат документы с ними, можно ознакомиться. Готлиб ставил перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое. В США существуют два типа власти. Одна из них – видимая. Это Белый дом, Конгресс, суды, законодательные органы штатов, губернаторы. Но есть и невидимое или глубинное государство. И на нее никак не влияет то, какая партия победила на выборах. Знать больше об этом мире позволяют исторические материалы о его преступлениях, ознакомиться с которыми можно в том числе в книге «Главный отравитель» Сидни Готлиб и ЦРУ «В поисках средства контроля над разумом». Ее автор Стивен Кинцер сегодня в нашей студии. Готлиб рассуждал так, прежде чем вложить в чей-то мозг новый разум, нужно как-то снести предыдущий. Разрушить психику человека, его душу, организм, если получится. С чего начать? Есть ли эксперты в таких делах? Конечно. Врачи нацистских концлагерей. И те, кто занимался вибисекцией в Маньчжурии. Вместо того, чтобы повесить этих людей, мы решили принять их на работу. И они стали фундаментом американской программы по контролю над сознанием. Это не мной выдумано. Я ставлю перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое. Готлиб этим очень активно занимался. Но он занимался не только этим. Он занимался изготовлением ядов. Он разрабатывал планы по убийству Фиделя Кастро, Патриса Лумумба и других. Кастро планировалось убить с помощью отравленной сигары. Лумумба с помощью вещества, нанесенного в зубную щетку. Скажут, ну ведь не убил. Ну, не убил, да. Других убил. Его парадатурия ядов и убийств – это отнюдь не изобретение какой-нибудь отдельной страны. Готлиб много кого хотел убивать по поручению своих церушных шефов. А кое-кого и убил. Он давал по этому поводу соответствующие показания. И сыры он ушел в 1972 году, заявив, что он не справился с самой масштабной из поставленных задач. И что окончательное управление человеческой психикой, включение в создание чего-то нового из человека, разрушенного определенными воздействиями, пока реализовано быть, к сожалению, не может. Итак, Мерк, Болдуин и Улсен – вот фигуры, значимые с точки зрения зачатия американского спецбиологического проекта. И такой же важной фигурой является Котлиб. Это одна многоликая компания создателей чего-то этакого. И она явным образом представляла собой единое многоликое целое. Болдуин предложил сделать место для нового биоисследовательского комплекса, заброшенного базу национальной гвардии, расположенной на горе Катуктин. Эта база носила название Детрикфилд. 9 мая 1943 года Детрикфилд был переименован руководством армии США Форт Детрик. На этом месте был создан Центр специальных биологических исследований. Он же Центр по созданию американского биологического оружия. Но история Форта Детрикфилд не сводится к такому существенному для нас моменту. К весне 1949 года на данной территории был создан некий отдел специальных операций. Это тоже история, это не конспирология. Его задачей стало военное применение токсичных бактерий. Задачей была не только изготовление ядов, но и исследование возможностей наркотических препаратов в сфере управления сознанием, в том числе и в первую очередь в сфере всего, что связано с невозможностью сокрытия секретных сведений. То есть речь шла об использовании определенных препаратов для того, чтобы расколоть шпионов иностранных государств, а также прочих разных, не желающих выдавать секретные сведения. И это все была та же компания в том же Форте Детрик. К 1951 году Аллен Далес получил Готлибо осуществлять в Форте Детрик нечто покруче определенного использования наркотических соединений на допросах. Далесу нужна была иная мера управления сознанием американцев. Это было секретное дело, но это не конспирологическая туфта. Это реальные распоряжения Далеса. Далес хотел больше управлять сознанием американцев, которые стали податливы к коммунизму. А Готлиб мечтал о большем. Он прямо говорил, моя мечта – уничтожение человеческого разума и имплантирование на его месте чего-то совершенно нового. С этой целью Готлиб и весь Форт Детрик в целом, имея в виду отдел специальных исследований сопряженной с ним структурой, использовали далеко идущие опыты на заключенных. Разумеется, были использованы все материалы, полученные от нацистов в Германии и от японцев, занимавшихся биологическим оружием. Все, кто имели эти материалы, приехали в Форт Детрик и образовали единый теплый коллектив, занятый пытками. Готлиб использовал свои средства, производя опыты над заключенными, накодившимися где? В так называемых секретных центрах содержания. Они же секретные тюрьмы. Ничего не напоминает из более поздних эпох – секретные тюрьмы США. Первая из этих тюрем, где развернулся Готлиб, по-видимому, была создана территорией ФРГ. Потом возникла сеть подобных учреждений. В них американцы работали вместе с немецкими нацистами, японскими специалистами, являвшимися военными преступниками, спасенными от справедливой кары, которая вменялась им в связи с преступлениями против человечности. Вы только себе это представьте. Спецтюрьма, все опять повторится сначала. Сидят вместе, вводят заключенного и начинаются пытки, а также эксперименты. Почему Готлибу понадобилось проводить какие-то опыты не над северокорейцами или американцами, а над своим коллегой Олсеном – неизвестно. Но семья Олсена в этом убеждена. Фрэнка Олсена мучила совесть. Летом 1953 года он поехал в Европу и увидел, как людей пытают, возможно, до смерти, ядами его собственной разработки. Его это очень беспокоило. Он решил, что с него хватит и хотел уйти из ЦРУ. И через несколько недель после того, как он начал рассказывать об этом, он погиб, выпав из окна 13-го этажа. Лишь спустя 22 года семье Олсена сообщили, что это было не просто самоубийство из-за депрессии. Мы должны признаться, что тайно давали ему ЛСД. У него был наркотический психоз, которому мы поспособствовали. Президент США Джеральд Форд тогда пригласил к себе его семью, чтобы принести извинения. Такого раньше не бывало. Однако сейчас семья считает, что даже обстоятельства с ЛСД лишь часть очередной попытки скрыть информацию, и что Олсен не совершал суицид ни по одной из предполагаемых причин. Его вытолкнули из окна. Семья его считает, что он был убит. В какой-то момент сын Олсена приехал к Готлебу. Видит, батюшки. Экологический рай. Этот сидит, доит коз. Говорит, слушай, ну пора, может быть, расскажем об этом. Но все-таки сын, я отца жалко. Но скажи правду-то. Говорит, хочешь козьего молока? Пей и давай. Удьбай. Нашел, кого раскалывать. Не меня. Что же касается Готлеба, то он продолжил работу в форте Детрик. И сумел добиться, как он констатирует, полного опустошения человеческого сознания. Опустошение удалось сделать. Пустоту, вакуум. Но в эту же пустоту надо было внедрить то, что он называл новым Граалем. А внедрить это не удалось. Готлеб обожал разработку особо токсичных веществ. И никакие МК Ультра, Артишоки и прочие не смогли отвлечь его от создания уникальных коллекций разного рода супертоксинов. Где? В форте Детрик. В 1970 году президент Ричард Никсон, человек недооцененный глубоко, приказал всем центрам, занимавшимся биологическим оружием, уничтожить свои запасы токсических веществ. Почему Никсон выдал такой приказ, неизвестно. Как это связано с его импичментом, тоже неизвестно. Но то, что Никсон приказал завязать с биологическим оружием, опасаясь его применения в рамках проектов типа Готлеба и других, это известно. Обычные военные царушники выполнили приказ президента. Народ такой примитивный. Но это не Готлеб, который и для того создавал свою замечательную коллекцию токсинов, чтобы отдать ее по приказу какого-то Никсона. Нет. Он эту коллекцию вывез и спрятал. Считается, что в 75-м она была уничтожена, что приехали спецкомандос и все-таки Готлеба взяли за горло. После этого Готлеб вместе со своими более удачливыми, чем Олсен коллегами, типа Болдуэна, тоже аж чуть не до 100 лет. Базой Готлеба был Форт Дитрик. Задачей Готлеба – очень глубокая трансформация человека как такового. Изымать данное обстоятельство из всего того, во что погружена коронавирусная эпопея, невозможно. Но и преувеличивать роль этого обстоятельства нецелесообразно, потому что нам нужна правда, а не конструкт. Лично для меня данное обстоятельство является неуверсальным ключом для разгадки случившегося, с помощью которого ясно, что можно на раз обнаружить заговор инопланетян, а важной частью контекста, в которой погружена коронавирусная эпопея. Форт Дитрик, империя Фаучи, отдельные лаборатории в рамках империи, история Форта Дитрика, вписанность этой истории во что-то гораздо более масштабное и абсолютно зловещее. Вот те контекстуальные, не более и не менее того обстоятельства, без учета которых, как я убежден, невозможна настоящая расшифровка происходящего, оно же коронавирусная эпопея. Ведь это все штука крайне долгоиграющая. 10 мая 2020 года в интервью CBS советник Трампа Кевин Хассет сообщает о том, что уровень безработицы в США в мае-июне может превысить 20%. Что сейчас в США уже более 30 миллионов человек направили первичные заявки на получение пособий по безработице. И что все это стало крупнейшим потрясением на рынке труда после Великой депрессии 1929-1939 года. Но что при этом это дело, как он говорит, поправимое. Различия в устройстве экономики тогда, то есть во времена Великой депрессии, и сейчас велики. Мы понимаем, почему экономика замедляется. И мы ожидаем, что сможем направить процесс в обратную сторону. Но что при этом это дело, как он говорит, поправимое. Трамп же должен избираться. Как поправимое? За счет чего? За счет Китая? Поддитка еще возьми у него все это. За счет чудотворства какого-то. Как это может быть поправимо? Как поправлялся на самом деле кризис 1929 года, мы знаем. Это были не только очень талантливые действия Рудзвельта. Да? По преодолению этой депрессии. Это была Вторая мировая война. И пока ее не было, ничего США не преодолели по-настоящему. Поэтому, когда говорят, там они эту Великую депрессию без войны преодолели. Полно, полно. Еще раз спрашиваю. Почему событие, равное Великой депрессии, является делом поправимым? Как оно будет превращено в поправимое дело? Об этом не говорится ни слова. 11 мая 2020 года авторитетный журнал Nature сообщает на своем сайте, что, цитирую, «Люди, не являющиеся белыми, сталкиваются со значительно более высоким риском смерти от ковида, нежели белые люди. И ранее существовавшие условия здоровья и социально-экономические факторы объясняют лишь небольшую долю повышения риска». Понятно, что говорится? Мы понимаем, что часть афроамериканского и иного цветного населения просто плохо живет. И еще ведет не очень здоровый образ жизни. И медицина там не ахти. Мы понимаем это, говорит Nature. Но эти факторы объясняют лишь небольшую долю повышения риска. Есть что-то кроме этого. Эта констатация основывается на исследованиях ученых из Оксфордского университета, проанализировавших более чем 17 миллионов медицинских карт за период с 1 февраля по 20 апреля 2020. За это время 5683 человека признаны скончавшимися от коронавируса. Исследователи, подчеркивает Nature, ну уж никак не были зациклены на расовой тематике. Их интересовали все болезни людей и все специфические черты, делающие боли уязвимыми от ковида. Мы хотим знать, где группа риска, говорили они. При этом ученые с изумлением обнаружили данное специфическое обстоятельство расовой предрасположенности, не сводимой, как они утверждают, к уровню здоровья или социальному статусу. В районе 10 мая 2020 года осуществляются специфические вбросы, призванные демонизировать главу КНР Сидзепина, якобы обращавшегося к руководителю ВОЗ, с тем, чтобы тот не бил тревоги по поводу ковида. Называется день, когда Сидзепин якобы звонил главе ВОЗ, а потом выясняется, что в этот день никаких звонков не было. Но нет ни извинений по этому поводу, ни снижения уровня демонизации Китая. Все в буквальном смысле продолжает осуществляться как по писанному, а может быть не как по писанному, а буквально в соответствии с тем, что написано в инструкциях. 11 мая 2020 года свою позицию озвучивает в журнале Independent Джордж Сорос, который предлагает сделать ставку на неприемлемость для китайских элит главы КНР Сидзепина, разрушившего ранее существовавший принцип сменяемости власти. Сорос обрушивается в этой связи одновременно и на Сидзепина, и на Трампа, который рычит на Сидзепина. Он заявляет, что своими шагами по упразднению ограничений по срокам пребывания власти ничего не напоминает. Председатель КНР, цитирую, «сломал политическое будущее самым важным и амбициозным членом очень узкой конкурентной элиты», имеется в виду Политбюро. И что с его стороны это было, цитирую, «большой ошибкой». Таким образом, усиливший Сидзепин одновременно стал более уязвимым в китайской элитной игре, заявляет Сорос. Сорос признается, что активно следит за элитной борьбой в китайском руководстве и называет себя, цитирую, «сторонником тех, кто верит в китайское открытое общество». И что таких сторонников, говорит Сорос, в современном Китае очень много. А значит, ставку надо делать на китайский вариант чего? Перестройки. Переходя от Сидзепина к Трампу, Сорос заявляет, что Дональду Трампу хотелось бы стать диктатором, но скоро ему придет конец из-за ковида. И для Сидзепина все это не сахар. Потому что он заявил программу, которая сделала бы Китай очевидной державой номер один, если бы она была выполнена, а помешало ее выполнить ковид. Все эти новые шелковые пути и все прочее – это не мелочи. Сорос сообщает журналисту «Индопендент», что эпопея с Трампом продлится недолго. 13 мая 2020 года ТАСС сообщает об оценке, которую министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дает политике США. Согласно этой оценке, США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Не продвижение видения, а для создания миропорядка. Видение они продвигают. Видите ли, да? Они его тоже продвигают. Но когда люди сидят в домах, они могут выйти от видения. 1 мая 2020 года авторитетный американский журнал под названием Journal of Molecular Biology сообщает о том, что американские ученые изучили структуру коронавируса SARS-CoV-2 и обнаружили особенности, которые, по их мнению, объясняют, почему так быстро распространяется этот вирус между людьми. Чтобы понять, почему SARS-CoV-2 такой заразный, биологи из Корнельского университета сравнили его структуру с ранее известными коронавирусами человека. Авторы исследований отмечают, что, несмотря на то, что новый коронавирус в построении очень похож на SARS-CoV-1, который впервые обнаружен у людей в 2003 году, 76% геномной последовательности вирусов совпадают, у него есть черты, сходные с менее вирулентным, то есть заразным, человеческим коронавирусом – H-CoV-HKU1. При этом SARS-CoV-1 обладает крайне высокой летальностью, около 10%, но не так быстро распространяется. А H-CoV-HKU1, хоть и относительно безвредный, но высоко контагентозный, то есть заразный. Ученые считают, что именно сочетание свойств двух вирусов делает SARS-CoV-2, то есть коронавирус, таким опасным. Кроме того, и это важно, исследователи показали в белке-шипе SARS-CoV-2, элементе структуры, отвечающем за связывание вирусов с клеткой и проникновение в клетку, некую особую петлю, который состоит из четырех основных аминокислот и не встречается в других известных человеческих коронавирусах. Посредством белка-шипа, S-белка, на поверхности коронавируса он прикрепляется к рецепторам атакуемых клеток. И следы полагают, что находящаяся на поверхности белка-шипа гибкая петля доступна для некого разрезания, которое обеспечивает более высокую вероятность проникновения вируса в новую атакуемую клетку. Значит, они говорят о том, что внутри белка возникла некая петля, а эта петля запрограммирована на некое разрезание, а это разрезание позволяет легче внедряться в клетку, то есть сделает заболевание более убойным. Авторы отмечают, что S-белок нового коронавируса связывается с рецепторами клеток почти в 10 раз плотнее, чем белок вируса SARS-CoV-1. Кроме того, особую патогенность нового вируса, по мнению авторов, можно объяснить еще и тем, что белок шип SARS-CoV-2 активируется ферментом фуриновой протеазой, присутствующей в различных тканях человека, не только в легких, но и в тонком кишечнике. А это значит, что вирус будет размножаться не только в легких, что и показали все медицинские вскрытия. И кто-то будет говорить, что все это срочно соорудила матушка природа, а она, между прочим, никогда не торопится. И ее могучие тренды лишены вот такой скачкообразности, без которой невозможно объяснить появление COVID-19. А ведь либо природа, либо то, что отрицается, искусственность создания спецбиологического изделия под названием COVID-19. Все говорит об этой искусственности, а признать ее нельзя. Потому что кто-то наложил на это запрет. И этот запрет исполняется с загадочной послушностью. Как только какие-нибудь исследования обнаруживают доказательные искусственности вируса COVID-19, сразу же те, кому эта искусственность в высшей степени из руки, начинают опровергать данные коллег, ссылаясь на свои данные. Это все 1 мая, да? А 10 дней проходит. И уже в британском журнале Current Biology выходит статья о китайских и австралийских биологах, совместно изучавших летучих мишей, и обнаруживших у них вирус, который, по их мнению, может считать ближайшим родственником нового коронавируса. В некоторых областях генома этого вируса тоже, говорят ученые, есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SARS-CoV-2. И тут же, в голосе обнаруживших это обстоятельство ученых, вдруг начинает звучать идеологический металл. 10 дней прошло. «С момента открытия SARS-CoV-2 появились необоснованные предположения о том, что вирус имеет искусственное происхождение», заявляет руководитель данного исследования Вай Фэн Ши, профессор Института биологии и патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуне в Китае. «В частности», продолжает он, «говорилось о том, что вставка S1-S2 весьма необычная и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья четко показывает, что такие события происходят естественным образом в дикой природе». Но не научный – это язык. Я совершенно не хочу сказать, кто прав – эта группа или другая. Я только хочу сказать – бросьте ваш тон и возьмите человеческий, бросьте ваш идеологический трубеж и возьмите научный тон. А научные в коллективе так не говорят. Там говорят – у нас вот есть аггурментация такого-то типа. Как вы на нее ответите? Как вы сделаете, объясните вот это и это обстоятельства? Достаточно ли доказательны эти исследования? Что вы думаете об индийских исследованиях? Ученые так не говорят. Ученый, который чем-то занимается, не хочет доказать свою правоту, а хочет эту правоту опровергнуть, если он ученый. Он радуется, если в итоге все оказалось опровергнуто. И поэтому он разговаривает другим языком. Так разверните дискуссию между учеными, которые считают так и иначе. При том, что в науке все такие обстоятельства носят шаткий характер. И исследования все эти очень скороспелые и те и другие. И потому должны обсуждаться с предельной открытостью и взаимоуважением. Мы опровергли вы. Это не научный язык. Царствует его величество политический интерес. Вот что опасно. Причем заинтересованы не скрывают этого. И не хотят обсуждать, кто именно создал нечто искусственное. Почему? Потому что если искусственность не будет обсуждаться, будет наложено табу, то нельзя будет друг на друга перепихивать, кто это сделал. В Ухане, в Фордетрихе, а может где-то там какими-то общими группами. Все это исчезнет. И все хотят, чтобы эта нечистая сила сгинула. Сгинь, правда. Сгинь все, что нам мешает. И прииди все, что нам полезно. В этих условиях истин обнаружить невозможно. А вот раскрутить нужный миф не составляет труда. Беспрецедентность нынешнего карантина требует поэтому особо пристального изучения. Ведь кто-то должен был и внушать необходимость его осуществления. И пугать его масштабом. И разрабатывать надлежащие меры. Обнаружение этого коллективного кто-то. Может дополнительно содействовать обнаружению смысла той большой игры, которая ведется вокруг коронавируса. «Когда в мире возникает нечто скверное, велик соблазн, элементарная идентификация этой скверны с кем-то отдельным, желательно более или менее богатым и могущественным человеком. Причем человеком, который заявляет о своем желании содействовать этой скверне». По отношению к COVID-19 такой фигурой, несомненно, стал Билл Гейтс. Его самого и его жену Мелинду обвиняют в стремлении использовать эпидемию COVID-19 для победы той скверны, которую люди небезосновательно чуют в том, как раскручивается эпопея с коронавирусом, какие выдвигаются далеко идущие проекты, в рамках которых эта эпопея становится своего рода приводным механизмом. Можно ли поэтому считать эти обвинения Гейтса абсолютно несостоятельными? Ни в коей мере. Факты говорят о том, что супруги Гейтсы ого-го как сопричастны играм вокруг коронавируса. И они даже не просто сопричастны, а они выполняют роль неких атакующих игроков. Другое дело, что Гейтсы сами по себе не тянут на роль главных демонов 21-го столетия. Им это роль не по плечу. Никакие деньги, которых у Гейтсов не так много, как считается, или точнее их жутко много для обычных людей, но слишком мало для супер демонов, не могут волшебным образом изменить мир и привести к окончательному порабощению человечества. Деньги для такого порабощения и изменения мира очень необходимы и совершенно недостаточны. Поэтому надо присмотреться к конкретным играм Гейтсов, а не к выдумкам по их поводу. А вот присмотреться к этим конкретным играм и тем, кто в них вовлечен, не только можно, но и нужно. Одна из таких конкретных игр Гейтсов называется «Большие вызовы в области глобального здравоохранения», сокращенно GCGH. История данной инициативы такова. В январе 2003 года Билл Гейтс впервые заговорил о грандиозных вызовах в области глобального здравоохранения. Он объявил об этих вызовах на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И сразу же обнаружилось то, о чем не хотят говорить. Что партнером Гейтса, потому что касается этих самых грандиозных вызовов, являются уже обсужденные нами Национальные институты здравоохранения, NIH. Ну и кто такой Гейтс по отношению к NIH? Сколько Гейтс может потратить в год? Он десять раз удавится на физиономию, посмотрите, перед тем, как миллиард вынет, если ему его не вернут. По отношению к любому частному лицу Гейтс обладает колоссальной финансовой мощью. Но по отношению к американскому государству и его инвестициям в исследовательскую деятельность на Ниве здравоохранения, Гейтс – это малая величина. И это касается не только Гейтса, а очень многого. Кроме того, американское государство располагает не только деньгами. Оно, как мы убедились, много чем располагает. А у Гейтса всего этого нет. Когда-то, иллюстрируя нужность, но недостаточность денег, я говорил, что у Папы Римского или генерала ордена иезуитов есть и деньги, и нечто другое. Огромное число достаточно энергичных людей, которые выполнят приказ. А у какого-нибудь нашего олигарха в критической ситуации его приказ, может быть, выполнит личная секретарша. Да и то вряд ли. И в этом принципиальная разница. Поэтому деньги необходимы, но недостаточны. Большие изменения в мире осуществляют большие сообщества. И если по другим вопросам справедливое утверждение ищите женщину, шаршеляфам, то по вопросам таких изменений в мире столь же справедливое утверждение ищите больших изменителей, обладающих совокупными большими возможностями. Это не Гейтс. Но подобная констатация вовсе не означает, что его поползновения не надо рассматривать. Потому что, как мы убедились, за этими поползновениями стоят большие системы, обладающие самыми разными возможностями, предполагающими не только подкоп, но и массовые убийства, а также многое другое. Гейтс запросто решится на эти убийства. Но у него нет армии убийств, которые должны выполнить его приказ, а нанять их за деньги нельзя. Тут действуют иные принципы управления. Старис Гор, он же Хасан Аль-Сабах, посылал убийц, не прельщая их здешними денежными вознаграждениями. Они взяли и убежали. Он их прельщал иначе. И выбирал тех, кого можно именно так прельстить. За предельным, трансцендентальным счастьем и т.д. И это правило работает неукоснительно во всей эпохе. Наемные киллеры – это не то, что меняет мир. И даже проплата отдельным, там не знаю, полкам или другим военным частям каких-нибудь военно-американских стран и пусть даже других – это тоже не меняет мир. Мир меняется иначе. Итак, в 2003 году в Давосе Гейтс объявил о своем партнерстве с NIH, которая мощнее Гейтса. Кто кого купил? Почему NIH понадобился Гейтс? Далее было объявлено, что фонд Билл и Мелинды Гейтс выделяют определенную сумму фонду национальных институтов здравоохранения. Какую сумму фонд Гейтса выделил фонду NIH, при том, что правительство выделяет NIH десятки миллиардов? Фонд Гейтса выделил фонду NIH 200 миллионов долларов. Вот столько. На, крошечку. Как говорится, в таких случаях всякое да и неблаго. Но когда я смотрю на продувную физиономию Гейтса, то я не могу отделаться подозрения, что Гейтсы хотели нажиться, присосавшись к NIH, а не облагодетельствовать деньгами этот самый гигантский NIH. Речь шла о каком-то вступительном взносе в какие-то шуры-муры. Во что? В создание какой-то площадки. Она же научный совет по тому, что касается тех грандиозных вызовов, на которые должны отвечать совместно NIH и Гейтс. То есть слон и моська. NIH – слон, Гейтс – моська. Совет был нужен не только моське, он почему-то нужен был слону. В январе 2003 года Гейтс заявил о некой инициативе, касающейся больших вызовов в области глобального здравоохранения. В мае того же года начал работать научный совет. Ему предстояло сформулировать наиболее крупные научные задачи в области глобального здравоохранения. В октябре 2003 года Фонд национальных институтов здравоохранения NIH и Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили о первых 14 научных задачах, которые будут центром внимания инициативы «Большие вызовы в области глобального здравоохранения». В числе этих 14 задач, задачи по улучшению вакцинации детей, по созданию новых вакцин, по улучшению медикаментозного лечения инфекционных заболеваний и другие. К августу 2004 года научный совет отобрал 400 заявок на получение грантов для проведения исследований по 14 обозначенным задачам. В мае 2005 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс, в дополнении к выделенным ранее 200 миллионам долларов, выделил еще 250 миллионов долларов на реализацию инициативы «Большие вызовы в области глобального здравоохранения». К этому моменту уже стало ясно, что NIH нужна непрозрачная частная площадка для чего-то, оператор нужен в виде Гейтса. В 2013 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс стал одним из партнеров Глобального Фонда инновационных технологий здравоохранения GHIT и одним из основных его финансовых доноров. А в феврале 2015 года в партнерские отношения с GHIT вступила инициатива «Большие вызовы в области глобального здравоохранения». Какой опять Слон с Мойской вступил в партнерские отношения? Это фонд, созданный 16 фармацевтическими и диагностическими компаниями японскими и правительством Японии. Он является международным государственным частным партнерством. Сразу возник вопрос, что он Гекуб и что ему Гекуба? Зачем Гейтсу и его американским покровителям японцы? Или точнее, по-японски прочная смычка колоссальных японских фармацевтических и иных гигантов и японской власти. Потому что те 16 компаний, которые вложились вот так вот в Глобальный Фонд инновационных технологий здравоохранения обладают несравненно большими возможностями, чем Гейтс. То, что сидит внутри любых подобных конгломератах компаний и составляет их сердцевину, мы обсудим потом. Достаточно и того, что пока что обсуждали. НИХ, то есть американскому слону, который с давнишних пор, как мы убедились, взаимодействует с японцами в сфере разработки биологического оружия, с военными преступниками взаимодействует, которых он же сам пригрел, зачем-то понадобился Гейтс в виде платформы, позволяющей объединить усилия американских групп, ориентированных на этот самый НИХ, а это очень мощные группы, с ничуть не менее мощными японскими группами. И все это очевидным образом стало вращаться вокруг привычной для этого американо-японского альянса темы биологического оружия. Уже в момент, когда такое вращение началось, стало как-то не по себе. При этом, что не крупная японская фармакомпания, то скандал по поводу откатов через какие-то фонды. К примеру, в апреле 2019 года компания «Асталас», входящая в число 16 компаний, создавших на паях с правительством Японии этот самый глобальный фонд «Инновационных технологий здравоохранения», выплатила Министерству юстиции США 125 миллионов долларов, чтобы снять обвинения в сговоре с целью предоставления откатов через фонды «Медикэр». А «Медикэр» — это национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и выше. Ничего не напоминает. А также для более молодых граждан, страдающих определенными тяжелыми заболеваниями. Это вам почище, чем NIH. Возможности этого «Медикэр» огромные. А чем занимается «Астелас» в числе прочего инфекционными заболеваниями? Никаких свежих мыслей в связи с этим не возникает? Или как? Это все само по себе, а коронавирус сам по себе? И «Астелас», и другие компании, подчеркну еще раз, не вылезают из скандалов, порожденных специальным характером впаривания вакцин и иной фармакологической продукции. Глобальный фонд, созданный японцами, Гейтса восхищает безмерно. Он заявляет, что этот замечательный фонд, цитирую, использует огромный инновационный позенциал японских фармацевтических компаний, университетов и научно-исследовательских учреждений для ускорения создания новых вакцин, новых лекарств и средств диагностики заболеваний, и что все это ужасно нужно развивающимся странам в первую очередь. А бывший директор ВОЗ Маргарет Чен, расхваливая деятельность данного глобального фонда, заявила о том, что он вмешался, цитата, «чтобы обеспечить стимул в новаторской модели партнерства». И что символ состоит в том, что новая модель партнерства привносит японские инновации, инвестиции и лидерства в глобальную борьбу с инфекционными заболеваниями. Иначе говоря, речь идет о попытке перераспределить большие деньги, направляемые на борьбу с этими заболеваниями. При этом японский фонд является первым государственным частным партнерством, в котором участвует одновременно и Национальный правительство Японии, и Организация Объединенных Наций, и консорством фармацевтических компаний, и международной благотворительности. Новаторская идея, правда, запахла определенным суперраспилом с невнятной глобальной геополитической подоплекой и созданием таких структур, которые потом легко будут преобразовать в глобальную власть. Ну а дальше больше. Дальше уже рассмотрят нами события 201, когда гейцы и те, кто с ними это раскручивал, вблизи коронавируса прямо спрогнозировали, как именно будет коронавирус проходить просто один в один. Но и это не все. События 201, да, но кто-то должен был начать дикий вой по поводу ужасов, ужасов, ужасов коронавируса. Это же должны были делать не только, так сказать, некто, кто приказывает вперед, но и те, кто могут это обеспечить. Кто эти исполнители? Кто такой сэр Рой Малькольм Андерсон? Это ведущий британский эксперт по эпидемиологии, занятый чем? Математическим моделированием распространения инфекций. Андерсон не только был главным научным советником Министерства обороны Великобритании в период с 2004 по 2007. То есть именно в эпоху, когда Рамсвелд начал развивать идею всеобщих карантинов. И развивали они это вместе. Только Рамсвелд – это политик, а Андерсон – это человек, в руках которого некие средства раскрутки паники. А Андерсон много еще кем был. Например, с 2003 по 2010 год являлся членом Гейтсовского совета по большим вызовам в глобальном здравоохранении. Видите, как нитка тянется в раскрутку? Кого приволок с собой Андерсон? Нила Фергюсона, известного своими беспредельно авармийскими прогнозами и требованиями карантинизации населения? Кто орал в основном? Карантина или смерть? Нил Фергюсон. Кто он такой? Он член команды Андерсона. Кто такой Андерсон? Член этого совета. Что это за совет? Мы рассмотрели. Сбылись ли математические прогнозы Фергюсона, которые исцели миру гибель от эпидемии, если этот мир не переустроится на основе постоянных карантинизаций? Сбылись эти прогнозы? Они ведь давно уже осуществляются. Нет, не сбылись. В 2002 году так называемые математические биологи, то бишь группа Андерсона Фергюсона, прогнозировала смерть 50 тысяч британцев от коровьего бешенства и утверждала, что если этим бешенством заразятся бараны, то погибнет 150 тысяч британцев. Во что это обошлось в Британии? Неужели кто-то считает, что на этом не нагрели руки кураторы математических биологов? В 2009 году Фергюсон спрогнозировал, что от птичьего гриппа погибнет 65 тысяч британцев. Сколько их реально погибло? 457. Фергюсон был опозорен, ничуть не бывало, но только наверх подымался и подымался. Кто же его так подымает? Фергюсон становится советником Всемирного банка и консультирует европейские правительства. Вот кто его подымает. 16 марта 2020 года руководимая Фергюсоном группа по моделированию эпидемии из Британского имперского колледжа опубликовала доклад, в котором рассмотрены две стратегии противодействия распространению коронавируса. Первая стратегия – смягчение, направлена не на то, чтобы полностью прервать передачу коронавируса, а на то, чтобы уменьшить воздействие пандемии на здоровье людей. Вторая стратегия – подавление, предполагает резкое снижение числа заражений. Такое снижение может быть достигнуто только если прибегнуть к жесткому карантину. Фергюсон и его команда дают следующий прогноз. В случае неиздерживаемой эпидемии мы прогнозируем примерно 510 тысяч смертей в Великобритании и 2 миллиона 200 тысяч в США. Это без учета потенциального негативного влияния на смертность фактора перегрузки систем здравоохранения. Авторы доклада настаивают, что единственной жизнеспособной стратегией в настоящий момент является стратегия подавления, которое потребует принятия радикальных мер, введения резких ограничений на работу, школьные занятия, общественные собрания, до момента появления вакцины, что может занять до 18 месяцев. Фергюсон и его группа предупреждают, что такие меры повлекут за собой огромные издержки. Цитата. «Никогда еще политика вмешательства с такими разрушительными последствиями для общества не применялась на протяжении такого долгого времени. Как население и общество отреагируют на нее, остается неясным». Но, несмотря на это, авторы настаивают на принятии стратегии подавления, то есть на проведении разрушительной политики вмешательства. В этот же день, 16 марта 2020 года, в США были обнародованы новые обширные федеральные рекомендации по резкому ограничению деятельности американцев. «Нью-Йорк Таймс» отреагировала на это статьей «Белый дом занимает новую позицию после страшного доклада о числе жертв». В статье сообщается, что новые рекомендации «Белого дома» основаны на страшном научном отчете группы Фергюсона. На пресс-конференции с участием Дональда Трампа Дебора Биркс, один из руководителей оперативной группы «Белого дома», заявила, что позиция оперативной группы изменилась под влиянием информации британских коллег, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Как заявил в интервью Нил Фергюсон, его группа поделилась своими прогнозами с оперативной группой «Белого дома» около недели назад. Вероятно, Фергюсон заранее поделился своими наработками и негативными прогнозами не только с американцами. Потому что за четыре дня до американцев, 12 марта 2020 года, президент Франции Эммануэль Макрон ввел в своей стране режим всеобщей изоляции. У нас тут некоторые наши высокие администраторы говорят, ну нам же говорили, что гибелей будет вообще немерено. Кто говорил с этого момента поподробнее? Фамилия, имя, отчество? Через кого общались? Через Колково или через другие места? Где терминалы? Он же не один этот, Фергюсон, который вот это все впаривает, а начинает выть все. И это не просто сходит, говорит, о да, боже, давай, преувеличено, ну что ж поделать, ну какие хорошие люди, ну давайте еще. Это вам не Гейтс-одиночка, и не Андерсон или кто-нибудь из них, и не японские концерты, и не огромные эти дела с американским здравоохранением. Это больше. Но вернемся к частностям. Они же тоже бывают иногда существенные. Дьявол иногда размещается и в деталях. В группу Андерсона Фергюсона входит некий Симон Кашмес, настаивающий на все той же всеобщей изоляции, еще раз подчеркну, беспрецедентный, которую кто-то же должен продавливать. Кашмес является членом Научного Совета Елисейского дворца по COVID-19. Создание этого Научного Совета Елисейского дворца было санкционировано профессором Жеромом Саломоном, главой управления здравоохранения при Французском министерстве солидарности и здравоохранения. Группу, в которую входят и Саломон, и Кашмес, и другие, иногда называют группой Бернара Кушнаера. Того самого Бернара Кушнера, который побывал и министром здравоохранения во многих французских правительствах, и высоким представителем генерального секретаря объединенных наций в Косово, и министром иностранных дел в ряде правителям, и соучредителем организации «Врачи без границ. Врачи мира». Кушнер – это крупная фигура в том, что касается специфических леваческих игр. Это левак, которого вполне можно назвать неотроцкистом, который потом сильно ушел вправо ничего не напоминает по поводу неоконсерваторов. Но Кушнер – это еще и крупный игрок на медицинском поле, а также крупный игрок в весьма сомнительных играх, которые осуществляются в горячих точках. Я подчеркиваю, весьма сомнительных – это не моя оценка. Одной из таких сомнительных игр была игра под названием «Остров света». В 1979 году Кушнер софрахтовал грузовое судно под таким названием. Это судно доставило в Южно-Китайское море группу врачей, чтобы спасти вьетнамцев, которые сбежали от коммунистического режима и пытались добраться на лодках до Гонконга. Там произошла очень крупная афера с этими бежавшими вьетнамцами. Мутная, темная. Кушнер в 70-х годах XX века отстаивает концепцию права на вмешательство, имеется в виду вмешательство западных просвещенных стран, во имя чего? Во имя недопущения диктаторских злоупотреблений всякими там асадами и кем угодно еще. Кушнер это очень крупный авантюрист, вполне способный на проведение самых разных кровавых инициатив. Вот что говорил Кушнер по поводу Слободана Милошевича в свою бытность государственным секретарем по здравоохранению. Казалось бы, что тебе? Сколько раз мы надеялись на то, что придет день, когда мы сможем сказать диктатору, господин диктатор, мы не дадим вам притеснять, пытать убивать ваше население. И наконец настал желанный момент вмешательства в дела бывшей Югославии. Того вмешательства, которому мы призывали 8 лет, начиная с 1991 года. И к вмешательству в Косово, о котором мы говорили на протяжении 8 лет. Хороший левак, да, бывший? Став высоким представителем ООН в Косово, Кушнер заморался настолько, что прокурор международного трибунала по бывшей Югославии, Карло Дель Понте, не я, а этот прокурор, осудил отказ Кушнера от сотрудничества со следователями. Кушнер отказался в том числе от сотрудничества по проблеме политического крыла армии освобождения Косово, конкретно от сотрудничества по деяниям бандита Хашима Тачи, которым он покровительствовал в том, что касалось самых темных действий, включая незаконный оборот наркотиков и незаконную торговлю органами. Медицинские игры Кушнера тоже носили очень специфический характер. А теперь зададимся вопросом, нет ли чего-то по-настоящему крупного, способного использовать в своей игре и Андерсона, прочно вписанного в инициативы Гейтса, и Фергюсона, прочно связанного с Аргусоном, и Кашмеса, входящего в ту же компанию, и Кушнера, и Соломона. Ведь кто-то должен был исполнять задачу по превращению реальной борьбы с ковидом в экстатическую оргию, в рамках которой опасность ковида, да и всех других эпопей, была фантастическим образом преувеличена. Ведь не первый раз происходят эти фантастические преувеличения с огромной наживой. Вдумаемся, помимо прочего, эта экстатическая оргия породила колоссальные финансовые потоки, направленные на спасение от последствий ковида, не только на спасение от ковида, но и спасение от последствий экономических. Речь идет не о миллиардах и не о сотнях миллионов, а о многих триллионах долларов суммы на это спасение, беспрецедентные. Куда потекли денежки, и кто подставил руки, тут одного Гейтса мало. Тут нужен консорциум, способный и обогатиться на этом экстазе, причем обогатиться неслыханно, и воспользоваться разорением тех, кто не вошел в консорциум для скупки активов, и соединить такое обогащение с геополитическим наездом на Китай и Россию, и насчет Трампа сильно дело все сдвинуть, и насчет России попытаться кое-что пошатать, и осуществить какие-то новые проекты квазикарантированного мироустройства. Много целей, да? Тут не две цели одной пулей, тут ох сколько целей поражается одновременно. Так что это за консорциум, в котором Гейтса могут играть только скромную, хотя и яркую роль? Если вы понимаете, что Гейтс это очень значимый мальчик на побегушках, то анализируя эти побегушки интереснейшие, можно разобраться в произошедшем. Но если вы превращаете мальчика на побегушках в главного всемогущего демона, то смысл игры от вас ускользает. И у вас возникает не настоящая картина происходящая, а некая мифологическая упрощенная конструкция. Пытаясь разобраться именно в смысле невероятно крупной опасной игры, я задаюсь вопросом, какой именно консорциум сделал Гейтса мальчикам на побегушках. При том, что случайных людей такими мальчиками не делают. И мальчик на побегушках это очень высокое лицо. Далее мне хочется знать, какое место в этом консорциуме занимает такая организация, как коалиция по инновациям в сфере готовности к эпидемиям, сокращенно СЭПИ. Что это за СЭПИ, которая была основана в Давосе в 2017 году при участии фонда Билла и Мелинды Гейтс, лондонского фонда Welcome Trust, который специализируется на биомедицинских исследованиях, Всемирного экономического форума, а также консорциума стран, в который поначалу входили Норвегия и Индия, а позже к консорциуму присоединились Япония, Германия и ряд других стран. Штаб-квартира этой организации СЭПИ находится в Осво, Норвегия. Еще в 2017 году, до всех этих ковидных неприятностей, журнал Nature охарактеризовал СЭПИ следующим образом, цитирую, это, безусловно, крупнейшая инициатива по разработке против вирусов, представляющих потенциальную эпидемическую угрозу. Ведь так ни про какую другую организацию не говорят, правда? Вдруг всплыхнула СЭПИ, потом хваст вас консорциумом и консорциумом, потом раз, это крупнейшая инициатива по разработке против вирусов, представляющих потенциальную эпидемическую угрозу. В 2017 году сказано, а в 2020 СЭПИ назвали как? ключевым игроком в гонке за разработку вакцины против COVID-19. Что это за ключевой игрок? Кто стоит за его спиной? И в чем не придуманный, а настоящий смысл ведущейся игры? ГОНЕДЫ